Добрый день! 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 Это очень важный на самом деле момент, потому что на сегодняшний день по законодательству пациент имеет право на адекватное обезболивание и быть полностью обезболенным. Это закреплено законодательно. Поэтому если мы оказываем вот такую плохую противоболевую терапию или несвоевременную, это противоречит уже серьезной закону. Поэтому консультация и полное купирование болевого синдрома являются очень важной задачей, в том числе и у этих пациентов. В первые же дни он был еще до госпитализации консультирован репродуктологом, потому что сохранение наследственного материала достаточно важная задача. При поступлении с ним работал психолог, который настраивал этого пациента, решал его психологические проблемы, так как заболевание уже достаточно в продвинутой стадии, как я сказал, с выраженной симптоматикой, что тоже очень важно. Психолог будет с ним работать на всем этапе проводимого дальнейшего лечения. Лечение этого пациента будет достаточно длительное и поступательное, многокомпонентное. Был проконсультирован с сосудистым хирургом, учитывая все-таки наличие тромбоза подвздошных вен. Данной рекомендацией с этим учетом мы начали его лечение. Естественно, он находился при поступлении в революционное отделение для коррекции гемостаза и в том числе для адекватного обезболивания, мониторирования и в том числе контроля за водно-электролитным и белковым составом крови. Был консультирован диетологом, который подобрал ему оптимальное питание, которое коррегирует те нарушения, о которых мы говорили. Естественно, хирург-онколог и химиотерапевт, которые тоже в команде принимали уже решение о специализированном лечении. Ну и на подходе, естественно, патолог, как ему в первый же день была выполнена орхуникулоктомия под местным обезболиванием, и мы ждем гистологической верификации. Но не дожидаясь гистологической верификации этого пациента, уже сегодня начато лекарственное лечение, потому что это то необходимое лечение, которое ему спасет, возможно, спасет жизнь. Диагноз достаточно понятен ввиду достаточно выраженного повышения маркеров и той клинической картины и данных обследований, которые мы имеем на сегодняшний день. Ну, по сути, это опять же мы демонстрируем те самые изменения, которые были у этого пациента. Выполнена криоконсервация спермы, то есть мы успели заготовить наследственный материал. Как я говорил, сосудистый хирург осмотрел и рекомендовал проведение терапии антикоагулянтами и, по сути, дал нам разрешение на проведение дальнейшего достаточно инвазивного лечения. Вот вы видите те назначения альголога, которые были разработаны вместе с ними. Пациент получает достаточно серьезное обезболивание морфином, в том числе пациент получает лирику, а также парацетамолом и прозол. И, естественно, проводится постоянный мониторинг болевого синдрома, в соответствии с которым проводится купирование этих проявлений. В этот же день, 21-й, выполнена орфуникулоктомия справа. Выполнена консультация к агрилонутрициолога, и мы ему проводим соответствующую коррекцию за счет расширенного перорального питания, соответствующими специально подобранными для него смесями. И в том числе уже буквально на следующий день, в этот же день проведена консультация химиотерапевта, и 22-го уже начато первое введение цисплотина в такой редуцированной, естественно, дозе, учитывая тяжесть его состояния и распространенность опухолевого процесса. Вот лечение такого пациента без такого мультидисциплиарного подхода, оно невозможно в принципе. И поэтому, когда за этого пациента бы, наверное, взялись бы в обычном стационаре, тем более в стационаре урологического профиля, понятно, что выполнить орфуникулоктомию – это несложная задача, но при этом всегда страдает вот эта этапность и преемственность, и скорость оказания полноценной онкологической помощи этим пациентам. Поэтому я, как и Светлана Анатольевна, призываю любых пациентов с герминогенной опухолью все-таки направлять в те центры, где имеется достаточно большой опыт терапии этого заболевания. Важность направления больных в специализированный стационар, то есть даже не специализированный, а именно тот, который занимается герминогенными опухолями, где концентрируются эти пациенты, где есть возможность приобретения достаточно большого опыта, является принципиально важной задачей. Ну вот есть ряд исследований, которые показывают, что снижение смертности и интро- и послеоперационных осложнений в специализированных центрах снижается с 6 до 0,8%, снижение частоты местных рецидивов с 16 до 3%, а для этих пациентов важен каждый процент. Если говорить о выживаемости, то мы проигрываем Соединенным Штатам Америки и Европе порядка 15% по уровню пятилетней общей выживаемости. Поэтому каждый процент очень важен. Это молодые люди, это очень важные, социально важные люди в нашем обществе, в том числе для своих семей, для своих детей, которые у них уже порой есть или в дальнейшем будут. В не специализированных центрах до 30% увеличение рецидива. Поэтому еще раз призываю, надо концентрировать этих больных и набирать максимальный опыт там, где этим действительно серьезно занимаются и стараются еще раз повторить этих больных концентрировать. У пациентов, у которых развивается рецидив, это еще больше приобретает значение. То есть лечение больных с рецидивами тем более должно проводиться только в тех центрах, где специализированно занимаются этой патологией. Лечение в подобных центрах приводит стойко ремиссии до 60% пациентов. Понятно, что эти пациенты уже имеют худший гораздо прогноз, чем первичные больные, но тем не менее, опять же, адекватный и правильный подход у этих пациентов и самое главное соблюдение вот этой мультидисциплинарности в принятии решения и в скорости принятия решения является очень важной задачей для этих пациентов и для сохранения их жизни. Лечение резидуальных масс после химиотерапии, опять же, должно проводиться только теми хирургическими командами, которые имеют очень большой опыт хирургического лечения этих больных, потому что это увеличивает и безрецидивную выживаемость, а самое главное, снижает частоту осложнений. Но еще очень важный момент, о которых мы не задумываемся, на самом деле, только в неспециализированных центрах порой можно принять правильное решение, а нужно ли этого пациента оперировать или его можно оставить под наблюдение. И опять же, это может принять только высококвалифицированная мультидисциплинарная команда, которая именно создается в подобных центрах, потому что мы понимаем, для чего это и как это нужно действительно организовать. Психологический статус достаточно важен, и все эти пациенты имеют достаточно высокий уровень тревоги и депрессии. Во-первых, изначальность своего определенного такого психотипа, несколько инфантильного, часто очень привязана к своей маме или к своей супруге, и чаще всего они на приеме все вместе, и чаще решения принимает даже не сам пациент, а именно его, либо вторая половина, либо его мама. Поэтому работа психолога очень важная тоже с этими больными, и она вот в этой статье говорится, что это в том числе и улучшает результаты лечения, потому что пациент по-другому начинает относиться к тому тяжелому лечению, которое действительно требуется для этой патологии. Но при этом это, наверное, одна из немногих онкологических, зологических единиц, которая действительно может быть вылечена у абсолютного числа пациентов. Ну и в неспециализированных центрах различие в интерпретации гистологического препарата, опять же, хромает, в отличие от тех патологов, которые занимаются этим постоянно, и до 21% расхождения оценки гистологического препарата – это достаточно серьезный процент. И клинически значимые ошибки в 6,8% случаев – это американские данные. Поэтому еще раз повторяю и призываю пациентов призывать все-таки, направлять все-таки в специализированные центры, направлять как можно быстро для того, чтобы им своевременно и, самое главное, высокоэффективно оказывалась эта медицинская помощь. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...